камера в 200 мегапикселей, непрерывный оптический зум и самое главное Здарова YouTube! С вами Пшенична и сегодня поговорим про три крутые модификации от Samsung Galaxy S22 Ultra выход которого запланирован на 2022 год. Очень рад видеть тебя на своем канале, не забудь подписаться и поставить лайк. Поехали! В 2021 году самое высокое разрешение модуля камеры смартфона составляет 108 мегапикселей. Такой сенсор можно найти в частности у флагманов Samsung Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra. Как все уже поняли, подметкой Ultra компания выпускает устройства с максимальной функциональностью. Samsung представит первый модуль камеры для смартфона с разрешением 200 мегапикселей. А первым устройством, которое его получит, будет Galaxy S22 Ultra. Об этом сообщает сразу два инсайдера – Ice Universe и Digital Chat Station. По мере приближения к премьере количество утечек информации увеличивается. И это не может не радовать. По сути, у производителей мобильных камер есть два пути увеличения размеров сенсора. Сделать пиксели больших размеров или увеличить их количество. Samsung и большинство других производителей Android смартфонов выбирают второй. К тому же, компания намерена еще больше повысить ставки. И камеру в 200 мегапикселей оснастят функцией непрерывного оптического увеличения. Непрерывный оптический зум используется в профессиональных фотоаппаратах и позволяет использовать различную степень приближения без потери качества. В перспективе не нужно будет применять гибридный или цифровой зум, а также прочие программные ухищрения для приближения, которые ухудшают качество изображения. Таким образом, постоянный зум теоретически обеспечит лучшие и стабильные результаты за счет отсутствия необходимости переключаться между камерами. Помимо этого, в Galaxy S22 Ultra будет еще два значимых улучшения. Подэкранная – фронтальная камера, которую Samsung опробует на Galaxy Z Fold 3, а также поддержка электронного стилуса S Pen. По предварительным данным, основной сенсор должен иметь пиксели в 0.64 мкм. Камера будет разработана в партнерстве с японской компанией Olympus, с которой Samsung недавно заключили партнерство. Также источники не исключают, что первым смартфоном с новым фотомодулем Samsung может стать пока неизвестная новинка от Xiaomi. Так было и с датчиком на 108 мегапикселей, который сначала появился в Mi Note 10, а после уже в Galaxy S20 Ultra. Кстати, о новинках Xiaomi. Совсем недавно вышел Poco M3 Pro 5G. Вот тут я рассказывал про него, можешь посмотреть. Напиши в комментарии, какую из этих фишек смартфона ты ждешь больше всего. Лично меня впечатлила подэкранная фронтальная камера. Да пребудут с вами инновации!